Соответственно, о чем мы сегодня поговорим, о чем бы я сегодня хотел повести речь, это то, если совсем упрощать, почему современное искусство такое, какое оно есть, и какие требования выставляет современное произведение искусства, понятно, в отношении специфики его восприятия. И, с другой стороны, что мы, как слушатели, можем привнести, вступая в диалог с такого рода категории музыки. Учитывая тот факт, что я занимаюсь преимущественно искусством музыкальным, более 30 лет, соответственно, я буду делать акценты именно на нем. Но все, что я скажу, может быть перенесено и на другие виды искусства, но с определенной корректировкой, в связи с спецификой этих видов искусства. И я бы хотел начать свое выступление крошечной такой зарисовкой буквально, чтобы показать, о чем идет речь, да, классического произведения искусства современности, автора, определившего вообще всю современную теоретическую музыку. Его зовут Хельбутлахенман, он до сих пор живой, хотя он с 1935 года до рождения, в очень черном возрасте таком. И это его первый струнный квартет, он называется Грам Торса, он написан почти 50 лет назад, в 1971 году. И это, конечно, совсем другого рода музыка, чем та музыка, которая, так скажем, привык к именно среднестатистическим, а современный слушатель. И именно, так скажем, обратившись к слуховому округу, я попытаюсь какие-то вещи объяснить. Итак, Хельбутлахенман, Грам Торсо. Грам Торсо – это термин применительный звук, который издает Азербург. Грам Торсо. 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 Грам Тор Вот такой небольшой пример. Сочинение огромное, то есть это полноценные струны желтые, но больше 20 минут идет. А здесь нет никаких электронных звуков, это просто четыре струны песнического инструмента. И это стилевое направление, которое называется инструментальная конкретная музыка, можно сказать, без каких-то существенных развивов во времени, доминирует на окружении последних шагов 50-60 лет современной академической музыкальной традиции. И корректный вопрос, который здесь поставит тот, который обычно ставят, так скажем, люди не слишком глубоко в это дело, это проблема кризиса современного искусства. В общем, проблема кризиса современного искусства была обозначена еще в начале 20-го столетия, обозначал ее Великого Густав Юнг, который не любил современное искусство в принципе. А, это он читал только детективы. И, соответственно, стереотип, типаж кризиса, кризиса жанра романа и так далее, он на протяжении последних, причем уже даже не 100, а лет 120 активно муссируется. Хотя, вроде бы, там уже ремонтировать нечего, потому что иного посыла смыслового этой идеи нет. И, тем не менее, эта идея живее всех живых по-прежнему, и мы с ней будем постоянно сталкиваться. Если обратимся к любой массовой печати, любому массовому слову, то есть медиа и так далее. Я решил подойти к этой проблеме немножко со стороны, потому что если проблема не решается, значит, что блог ее не решит. И решил разобраться с тем, что, в общем-то, такое кризис. Понимаете, кризис – это у нас некий переходный, переломный момент. Ну, если говорить о древней практике, это термин из медицинской или судебной практики, он и там, и там применялся. Это либо момент принятия решения в суде в древнем мире, либо момент, когда врач устанавливал природу протекания заболевания, то есть будет ли жить пациент или он погибнет. Вот это кризис. Теперь поставим вопрос второго. У нас искусство, оно не является частью природы. Искусство является частью культуры. То есть оно по, так скажем, своему посылу по определению человека размера. И может ли быть кризисом нечто, что длится дольше, чем человеческая жизнь? Ответ, естественно, однозначно нет. И я как с двух позиций зашел, и как человек, который вот уже больше 30 лет занимается музыкой, естественно, историей музыки в том числе, и с позицией культурологии. Моя, в данном случае, зона компетенции здесь, от интернациональной готики до наших дней. То есть чуть поменьше, чем мы строили такие. И я решил взглянуть, а в чем проблема? И достаточно долго исследуя этот вопрос, я пришел к следующему выводу, я изучил только выводу. Что на самом деле, никакой истории музыки не существовало. Существует четыре автономных феномена, которые не имеют непосредственной прямой преемственности. Я могу сказать, прямая преемственность – это именно изменения внутри одной системы. Да, бывают преемственности, когда там все будет музыка, гулял, гулял, гулял и так далее. Таково, мы имеем дело не с историей музыки, которая развивалась во времени, а с четырьмя автономными явлениями, которые мы всем общим словом объединяем как музыка. И у этих систем, в этих периодах были совершенно свои не только эстетические основания, но и основания, лежащие в специфике изменяющейся природой восприятия. Не физиологией восприятия, она у нас со времен Гобини даже самая, а культурального восприятия. Потому что, естественно, звук, который мы слушаем, который мы считаем звуком музыкальным, он лежит глубоко в культуре, а не в физике звука. Физика звука – это его лишь материальный звук. И схема примерно будет следующей. Вплоть до конца XII века Гобрия вся музыкальная традиция была названа мной термином «музыкаль», но «е». По аналогии с термином «политическая» – это то, что похоже на политику, политикой не является, здесь то, что похоже на музыку, но музыкой в современном нам европейском понимании этого слова не является, то есть не является композиторским творчеством. Музыка идет полностью на поводу либо у ритуала, либо, естественно, вписана в структуру этого того или иного народа. У нас в России так сложилось, что музыку, народную музыку изучают музыканты. В самом деле это не совсем правильно, потому что ее должны изучать антрофонами. Потому что та же самая народная песня, она музыкой не является… Она, с одной стороны, сильно меньше, чем музыка, с другой стороны, несколько, либо больше, чем музыка. Уж простите, даже сейчас, если вы приедете в нормальную деревню, где еще живы традиции, вам погребальную песню на телетофоне, то петь просто так не будет. Потому что это то, что сцеплижено с ритуалом похорон. Это не музыка, как таковая. Она не может обрести свою самодостаточную концертную жизнь. Она вписана в образ этого народа. И вот этот огромный колоссальный блок музыки, вплоть до конца 12-го столетия, он держался на вот этих основаниях. То есть, получается, звуковая составляющая была синкретически слита с теми или иными более важными для этой культуры элементами. В 12-м столетии происходит радикальное переосмысление очень многих вещей. Например, появляется гератика наконец-то. Цвета, символизм цветов. В то же самое время происходит то же самое и в музыке. И музыка обретает свое самобытие. То есть, если вы посмотрите на григоянские хоралы до этого момента, то по большому счету там музыкальная составляющая была просто мелодизация текста псалма, причем псалмы, как известно, латински переведены не поэтически, то есть без сохранения ритма. Поэтому некое свободное было движение, где ничего выходящего за пределы выразительного чтения вы не наблюдали. И такой Рубикон, это школа Ноттердам-Гатари, конец 12-го, начало 13-го века, где Пиратин Великий создает свои четырехголосные композиции, и одна из них, Видером Томнис, там слог Ви разбивается только одну минуту. Слово Видером Три. То есть, полный отрыв самой культовой практики, текста, как доминанты, от музыки. Музыка организована по законам музыкального искусства. С этого момента начинается то, что я предъявил первую музыкальную практику. И заметьте, между музыкальной и первой музыкальной практикой, в общем-то, связь налоговой непреемственности лишь налоговым материалом. И то, и другое работают со звуками. Иной связи там фактически мы не наблюдали. Как происходят смены этих парадигм, непонятно. Тоже самое, как знаменитый ответ Фукова на тему, как сменяются друг другу и без темы, Фуков сказал, я не занимаюсь этим вопросом. Потому что, на самом деле, объяснить, как это происходит, очевидно, невозможно. С конца двенадцатого столетия новая вот эта парадигма, которую, я не уверен, музыкальной практикой, высуществовала до поближа шестнадцатого и семнадцатого столетия. Когда складывается новый тип слухового восприятия, тот самый, который по-прежнему культивируется в детских музыкальных шторках и музыкальных позорах. На чем он основан и чем он радикально отличается от предшествующих? Заметьте, слух у человека, так же как и зрительное расприятие, на уровне культуры сильнее масло. На уровне цвета это отлично показывал Мишель Густуров в своих исследовательских работах. Показывает то, что современная нам диспозиция черного и белого, в общем-то, относительно новая, сравнение стернальной диспозиции черного, белого и красного. Или то, что античные ученые не замечали синего цвета, они просто не ели. Потому что он был совершенно незначен для этой культуры и так далее. Примерно то же самое происходило и с слуховым восприятием. Дело в том, что слух нам изначально дан не для того, чтобы наслаждаться красотами амбассионатами, а чтобы нас не слушали звери. И, естественно, если кто-то объединял, интегрировал два звука в одинное созвучие, например, шорох листьев и когти кладущегося хищника, то он свой въедлогный ген не передал так же. Таким образом, это очень развита слуховая дифференциация, потому что выживали только те, кто слышит. Но, когда человечество перешло в функционирование в контексте городской культуры, и постепенно тот самый серенький волчок не мог уже прийти и упустить зверочку буквально, в природе восприятия нашего происходят определенные изменения. Но, во-первых, почему? Потому что на это тратилось очень много ресурсов мозга. Это глюкоза. Это значит, что нужно больше. А кушать больше не всегда получалось. Но у мозга не может быть... Угутрирую, естественно, это слово. Вообще, в принципе, в нашей психической организации не может быть такого, что мы что-то отключаем. Мы знаем отлично, что если вы ее видят, они видят другими способами. У них нет зрительного восприятия, у них есть слуховое восприятие замещающее зрительное. Вот это дезинтеграционное слышание не просто отпало, а оно заменилось на интегрированное. И то есть вместо отдельных звуков человек стал слышать некие комплексы звуковые, которые стал определять по качеству. Не дифференцируем в них каждый звук, но определяем эти комплексы как некие амметно-созвучия. Именно так мы приходим от первоначальной ноты, потом к интервалу и потом к аккорду. К аккорду мы придем как раз к началу XVII века, когда складывается вторая музыкальная практика. Термин первая и вторая музыкальная практика принадлежит к лаудиону ТВ, как раз к началу второй музыкальной практики. И с этого момента все меняется. Музыка предшествующего перестает восприниматься, заметьте, не только ее невозможно услышать так, как ее услышали в ТВ, потому что они слышали все дифференцированно, а мы теперь интегрируем, но и перестает восприниматься на уровне эмоций. То есть такая святая святых расхожее мнение о том, что в музыке есть эмоции. Эмоции есть здесь. А музыка создает контекст для того, чтобы спровоцировать свою эмоцию. Если автор, это сильный очень автор, он создает такой контекст, когда большинство может спровоцировать свою эмоцию в данной ситуации. Если автор послабее, то он не может этого сделать. Вот и все. В салоне звуки, естественно, эмоции ровно нулю. Физический, физическое время. И таким образом, когда сменяются вот эти практики, предшествующая перестает вызывать разнообразный эмоциональный подход. И все бы было хорошо, если в 20-м столетии мы не столкнулись с новой революцией, когда одна практика постепенно сменяет руку. Практики не меняют друг другу вот так. Вчера еще заснули, был шубер, а сегодня проснулись, мы не надо. Нет, так не бывает. Это происходит очень-очень длительно. Одна идет на деминоид, а другая уходит на крошенто, и она уходит, как правило, около века. Это колоссальный период исторический, с которым, в общем-то, мы и сталкиваемся сейчас. И то, что названо кризисом искусства, по сути является вытеснением нового типа искусства. То есть слово-то одно и то же музыка, но оно держится на совершенно иных основаниях. Но есть одна общая закономерность. Как вы видели, было у нас нота, интервал и аккорды. Что может быть больше, чем аккорды? В современной музыке для этого находится новое понятие – понятие событий, музыкального события. Здесь уже приобретаются целый ряд сложных комплексов, соединения зрительного и слухового уровня, все типы медиа-искусства, в том числе высокое медиа-искусство, которое уже все-таки является не столько синтезированным искусством, сколько музыкальным. То есть, допустим, теоризованные музыкальные вещи, где именно жесты от игры тех или иных зазвучий входят в структуру театрализованного действия. Но, с другой стороны, это музыкальная память. То есть, раньше это было то, но не предполагал музыкальная память. Современное событие, как минимальная единица современной музыки, может предполагать даже звучание до нескольких секунд, даже нескольких десятков секунд. И, наконец, выслушивание грудок природы одного единственного звука. То есть, раскрытие, по сути, неограниченных возможностей, когда мы рассматриваем звук как-то прекрасно. Вот, по сути, эти три интенсии являются доминирующими в третьей музыкальной практике, которую я датирую примерно с 40-го года 20-го столетия, и которая сейчас уже набирает настолько мощные обороты, что, по сути, мы видим, как она вытесняет вторую практику даже в кальмическом искусстве. Ну, прежде всего, в музыке как кинематографа. Если вы обратите внимание, какая-то музыка была, не знаю, особенно в жанре форрора 90-е годы, какая она сейчас, то поймете, о чем идет речь. Музыка там поменялась лишненько. Это у нас самые общие описания тех процессов, которые происходили сейчас. И надо сказать, что мы родились в счастливое время, в уникальное время. Потому что только на переходе, только на этом переводе мы можем слышать еще как одним образом, так и другим, и, в принципе, уловить разницу между одним и другим. Как только это закроется, замкнется предшествующая традиция, потеряя эмоциональный отклик у нас, и, по сути, станет для нас закрытым, потому что мы будем ее слышать не так, как услышали тогда, когда это создавали авторы. Это и вопрос о вечном. Вечное бывает, но сроком вверх. Ну, стоит. С этим не удалось разобраться. Это большой-большой блок, как менялось наше слуховое восприятие. Но есть еще и философско-эстетические основания искусств, которые в музыкальном искусстве менялись медленными, так скажем, чем слуховое восприятие. Так что во всем искусстве вплоть до 20-го столетия доминирующая была следующая позиция. Художник представлял нам эталон прекрасного, то есть представлял нам некий образ, который должен был служить для нас неких идеальных ориентиров. Но в христианской культуре это образ имитательного христия, подражание Христу. Самая, кстати, издаваемая книга, в принципе, после Библии, да, по-моему, христианского имитательного христия. И художник, композитор, скульптор создавал некие эталонные образы, на которые должен был ориентироваться человек, смотреть, сравнивать с этим эталоном себя, сопоставлять свои недостатки, видеть эти изъявы и, соответственно, их ситуативно прифтикать. Но проблема такой позиции оказалась очень-очень серьезной. Это выявили войны 20-го столетия первого и особенно такая драма. Когда под музыку Битхорина чтение стихов Шиллера и постановку драма Вагнера людей уничтожали промышленным методом. Высокотехнологичным промышленным методом. И это переломный момент, момент, который многие философы назвали концом истории, истории человека, философской категории, он, в общем-то, стал и концом той позиции в искусстве, которую мы наблюдали от начала времени до этого момента. То есть идеал не работает. Что происходит, когда мы воспринимаем произведение, которое предоставляет нам идеал? Мы не сравниваем себя с ним и видим свои недостатки и начинаем их исправлять, а мы с ним даже не сравняемся. И нам кажется, что мы уже достигли этой позиции. Естественно, если мы находимся в позиции, по сути, много, то что нам мешает этих мелких людей, шортах, загнать их в газовые камеры и так далее. То есть вся эта позиция, по сути, потерпела колоссальный краб именно в 20-м столетии, что вынудило художников радикальнейшим образом переосмыслить саму философско-эстетическую точку любого искусства. И искусство нового типа вместо того, чтобы предложить нам идеал, предлагает нам сравнивать, выводить метафору зеркало. Не образ, а просто зеркало. Здесь вы слышали в этой музыке это очень-очень тонко дифференцированные, совершенно неуловимые, которые нельзя запомнить или собрать в какую-то привычную для нас модель звуки, шорохи, полузвуки, призвуки, в которых каждый будет слышать ровно то, на что он способен сам. Ну, если кто нас слушает такую музыку и говорит, что это не музыка, то, с одной стороны, он прав, если он под музыкой подразумевает только музыку второй буквы ради. Потому что здесь оснований ни эстетических, ни звуковых одинаковых, подобных норме, а параллелей. А с другой стороны, если этот человек говорит, что это действительно не музыка, а как художественное явление, то мы все знаем, кто не отражается в зеркале. Ну, нежить всякое, беже всего. То есть этот человек констатирует факт отсутствия потенциала не у художника, создавшего это произведение, а у самого себя. Потому что там ничего другого не было. Это созданный именно контекст, на который мы должны спроекцировать себя и посмотреть, а что мы из себя представляем. И надо сказать, что в этом смысле искусство музыки Хаэму Талахинмана потрясающее. Потому что мы действительно можем смотреть за процессом своей эволюции. Как при первом прослушивании, когда мы в этом действительно ничего не слышим, когда нам кажется это хаосом, потом мы начинаем понимать, что в этом есть очень сложная логика. И с каждым новым прослушиванием мы слышим больше, больше, больше. Это становится стройней. И, что самое важное, после такого рода музыки мы начинаем замечать эти ранее неприметные детали, никакой детали закономерности в окружающей нас жизни. То есть это искусство предполагает нашу радикальную трансформацию не через предоставление, как с античных времен была нам фигура героя, или через христианскую позицию фигуры бога-бога-человека, через фигуру детали, в которой мы отражаемся, как в картинах, не знаю, когда мы его глянем, допустим, или от татариктора, и мы видим лишь то, что мы способны там увидеть. И если мы это понимаем, то в таком случае эффект, производимый на нас произведением искусства, равен лакмусовой бумажке, по которой мы оцениваем, а что мы из себя представляем на самом деле. И, естественно, в данном случае мы говорим о том, что такого рода искусство, оно действительно обладает именно трансформативным потенциалом, который можно использовать как в практике психотерапии, как в практике саморазвития аутодиктата и так далее. Потому что, естественно, оценка нас по соотношению к идеалу всегда нужна сторонней. Мы не можем сами себя развалить идеалом. Мы будем либо сваливаться в самокопаниях, или в самочетчижения, по сути, тоже гипертрофированное эго только через его изнамки, либо будем, соответственно, с ним полностью отождествляться. Ну, либо отождествляться в редчайших случаях бывает с теневой идеалом. Но работа с идеалом – это всегда работа с третейским судьей, с аналитиком, который сможет это оценить. Здесь же нам предлагается уникальная, по сути, модель, которая может, я не говорю, что нагарантированно будет работать, но она может привести к существенным трансформативным изменениям путем непосредственного диалога человека с произведением искусства, которое его возвращает к самому себе. И такая музыка, она нуждается, конечно, в поддержке слушателя, потому что в рамках, ну, современной, так скажем, коммерческой медиакультуры она пока что не то, что она не трудилась, но она, так скажем, не слишком заметна. Даже, там, тысячные тиражи этих дисков, признание в академической среде исполнения постоянно, вот уже в течение более чем двух века, на академических сценах, это низер в сравнении с тем, что мы видим из медиа, из культуры телевидения, и когда я просто читаю доклады об этой музыке в немузыкальной среде, естественно, я делаю акцент, прежде всего, на то, что вы сначала столкнетесь с проблемой того, что вы не можете ее воспринимать. И проблемы тут две. Привычка воспринимать музыкальный искусство через вторую музыкальную практику, а второе. Привычка воспринимать эстетический идеал прекрасного или возвышенного, как это было еще как-то озвучено, через позицию идентификации с ним, а не через позицию вот этого зеркального телевидения. Поэтому я для тех, вообще, для любого, кто обратится ко мне, могу там список предоставить каких-то знаковых фамилий авторов, как у нас в России творящих, так и за рубежом, потому что я понимаю, что за пределами узкомузыкального профессионального дискурса эта музыка, так скажем, не имеет столь же широкого распространения с фамилией Моцар, которые знают все, или даже видимо последних представителей второй практики, типа Шостаковича, то имена того же Хельмута Лахенмана или наших авторов, типа Александра Крубеева, но почти никому вы за пределами музыки не знакомы. В общем-то, у меня такая была, скорее, угодная часть, она не предполагает какого-то глубокого открытия. Все, если вас заинтересовала эта тема, у меня есть авторский курс Гулес Ликбез, названный именем гадающейся композитора 20-го столетия Пьера Гулеса. Это все есть в открытом доступе в интернет-сети, уже четвертый сезон сейчас идет этого проекта, поэтому вы можете там это посмотреть, там это будет лучше, объемнее, развернуть. Сегодня я хотел просто сделать вид такое для вот этой темы. Продолжение следует... Продолжение следует...